Областной конкурс, посвященный творчеству Гумара Караша, прошел в Женебекском районе. На родине известного казахского писателя, поэта, публициста и общественного деятеля участники читали его произведения. Все подробности далее. Уже больше ста лет прошло, как не стало одного из известнейших людей при Урале, Гумара Караша. Однако память о нем до сих пор жива. Особенно его счет тут и помнят на малой родине в Женебекском районе. Там в Доме культуры провели тематическую выставку, где присутствующим можно было ознакомиться с жизнью и творчеством известного казахского поэта, публициста, общественного деятеля. Однако главное мероприятие в этих стенах – это поэтическое состязание, которое посвятили Гумару Карашу. В конкурсе соревновались 30 учащихся из районов и города. Проходил он в два этапа. На первом участникам нужно было продолжить строки известных произведений. Одним из лучших здесь стал Багберген Серик Кали из Уральска. Я был очень рад поучаствовать в этом конкурсе. Отрадно, что творчество Гумара Караша до сих пор живо. Им интересуется молодежь. Спасибо организаторам за такое мероприятие. На втором этапе участники считали произведения Гумара Караша. Здесь тоже победила представительница областного центра Нураим Изболсон. Конкурс мне понравился. Думаю, я хорошо выступила. Наизусть я знаю 30 стихотворений Гумара Караша. В своих произведениях он размышлял о времени, мире, любви. Его стихи наполнены философскими мыслями. В них есть также исторический контекст. Пропаганда о наследии известных личностей казахского народа – одна из главных задач с момента обретения независимости. Поэтому подобные мероприятия будут продолжены с еще большим размахом, отмечает один из членов жюри конкурса. В следующем году в стране будут отмечать 150-летие Гумара Караша. К этому событию идет активная подготовка. Сейчас на этом конкурсе мы отметили, что молодежь всерьез интересуется творчеством известного поэта, публициста и общественного деятеля. Его поэзия способна вдохновлять, запоминается глубоким смыслом и содержанием. По итогам областного творческого конкурса победителям вручили дипломы и памятные подарки. Алексей Кочемасов, Саид Самигула, Акжей, Какпарат.